Чёрные лисички и белая черника – это отнюдь не результат деятельности учёных-генетиков в будущем, а вполне себе сегодняшняя реальность тверских лесов. На необычные грибы и ягоды обратили внимание читатели информационного портала «Панорама.Про». Кто-то из них удивился, а кто-то испугался. Впрочем, учёные, к которым за разъяснениями обратился наш телеканал, призвали не паниковать. Нетрадиционному цвету лисичек и черники есть научное объяснение. Поле с грибами, которые очень похожи на чёрные лисички, обнаружил читатель информационного портала «Панорама.Про» из Удомельского района. В редакцию были присланы вот эти фотографии. На первый взгляд, зрелище действительно и пугающее, и удивляющее одновременно. Вот как грибники описывали увиденное. Целые поляны чёрных лисичек по всему лесу. По-настоящему создавали атмосферу какой-то зловещей сказки. Как будто ещё метров сто, и мы наткнёмся на дом лесной ведьмы. Проходя одну такую поляну, мы попадали сразу на другую. Похожую и также усыпанную этими чёрными грибочками. Поначалу грибники подумали, что несобранные вовремя грибы просто пропали. Или стали жертвами какого-то химического воздействия. Но нет. Оказывается, так выглядит ворончик рожковидный из семейства лисичковые. Как пояснили нашему телеканалу специалисты, представители вида встречаются с июня до осени в лиственных и смешанных лесах. Вид считается не только съедобным, но и вкусным. Гриб известный. Гриб в Западной Европе считающийся деликатесным. Он на самом деле съедобный. Его можно есть практически без какой-то предварительной готовки. Если внимательно присмотреться, конечно, он не напоминает нашу лисичку. Не удивила биологов и обнаруженная в тверских лесах белая черника. Фото ягод альбиносов выложил в одной из соцсетей Матвей Михайлов. По мнению автора публикации, это связано с тем, что несколько лет назад энергетики соорудили влажные градирни вблизи атомного городка Удомля. Эти сооружения появились на Калининской атомной станции. Теперь в этом углу России грибники и ягодники якобы все чаще натыкаются на поляны абсолютно белой черники. Но и тут опасения людей развеяли четкие доводы ученых. В природе изменчивость очень развита. Это нормальный принцип эволюции любого организма. То есть там могут варьировать разные качества. В том числе может варьировать и количество пигмента. Пигмент у нас с вами это меланин. Кто-то из нас белый, кто-то из нас темненький. Там всякие переходные формы. Это все один и тот же пигмент. То же самое касается растений. Там, правда, пигменты другие. Там антоцианы. Вот они за синий свет, кстати, отмечают. Если их очень много, они становятся черными. В данном случае отмечает Андрей Зиновьев. Причиной сокращения количества пигмента, отвечающего за темный цвет черники, могла стать самая обычная, естественная генетическая мутация. Появление и черных лисичек, и белой черники — это нормальное течение природных процессов. А также хорошая возможность позабавить и удивить своих подписчиков в соцсетях.